Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Готовность объекта 35%. Второй мост Черезобь в районе Сургута строит с опережением графика. По информации генерального директора компании «Мостострой-11», которая занимается возведением перехода, специалисты на объекте трудятся в две смены. Как отметил Николай Руссу, ежедневно на площадках задействовано более 750 человек и свыше 200 единиц техники. В настоящее время полностью готовы 9 опор моста из 16. Строительство еще 7 закончат весной. Также руководитель «Мостострой-11» отметил опережающее финансирование в 2023-м, что дало возможность нарастить темпы и объемы. Ввести новый переход через ОПП планируют осенью 2025 года. Мы тоже будем в течение года пересматривать параметры финансирования. Мы все понимаем, что чем быстрее мы будем строить, тем в конечном итоге будут адекватные ресурсы затраченные. То есть каждый день стоимость металла увеличивается и других материалов. Поэтому, конечно, это все приводит к адекватной стоимости. Ну и плюс всем быстрее хочется получить этот объект. Единое окно поддержки пассажиров. В Сургуте на базе «Спопад» заработает Центральная диспетчерская служба по вопросам общественного транспорта. Она поможет жителям узнать, как, куда проехать, где сейчас едет нужный автобус, а также будет собирать предложения по модернизации системы и служить механизмом решения любых проблем. Кроме того, Единый центр станет площадкой сбора обращений и информации, которые дадут возможность сформировать объективную оценку удовлетворенности жителей транспортной системой. Каналов всегда, наверное, недостаточно. Мы все-таки стараемся целиться в обширную аудиторию. Если вам удобно пользоваться приложением, вот для вас приложение. Если вы не хотите пользоваться приложением, но Телеграм для вас удобен, пользуйтесь Телеграм-ботом. Кому удобнее, у кого кнопочный телефон, позвонить и пообщаться с живым человеком, ради бога, звоните живому человеку. Это делается только для того, чтобы удовлетворить максимальный охват аудитории. Планируется, что Центральная диспетчерская служба заработает с 1 марта. Новый руководитель СПОПАТ Александр Попов также рассказал, почему Сургут приобретает новый транспорт на свои деньги без окружной поддержки. Напомним, в прошлом году в социальных сетях активно обсуждалось выделение региональной субсидии для Нижневартовска на покупку 200 автобусов. Сургутяне сетовали, почему же самому крупному муниципалитету Югры не досталось средств на обновление автопарка. Дополнительные 40 машин в наш город в этом году придут, правда, куплены они на деньги СПОПАТа и бюджета муниципалитета, потому как заявка в округ ожидаемого результата не принесла. Отметим, что Сургут – один из немногих городов нашей страны, где транспортная реформа проходит за средства местного бюджета. В Сургуте продолжается подготовка к выборам президента Российской Федерации. Они состоятся в течение трех дней с 15 по 17 марта. В нашем городе зарегистрировано более 303 тысяч избирателей. Впервые после своего совершеннолетия придут поставить галочку в бюллетене 2205 человек. Еще 92 сургутянина, кто в возрасте от 50, в даты выборов отметят свой юбилей. Их поздравят представители ТИК. А пока идет проверка территориальных участков. Таковых пунктов в нашем муниципалитете 130. Все объекты оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней. Облучшу, что у нас включен бюллетень Дованков Владислав Андреевич от партии «Новые люди». Зарегистрировано кандидат Путин Владимир Владимирович в порядке самого движения. Слуцкий Леонид Эдуардович от партии ЛДПР. И Харитонов Николай Михайлович от партии КПРФ. Прямой рейс знаменитой международной сети Том Ямбар из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидает более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство Том Ямбар. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в Центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине Цветы мира. Югорский тракт 7.4. Блок А. Телефон 70 70 07. Телеплюс. Провайдер то его города. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи – это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободные от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры оффлайн. Выбери. Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание.